Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. И живущих в палатках, вот я вам скажу такую вещь, до сих пор Азербайджан кричит, что у него один миллион беженцев. И этих миллион беженцев они держат как обезьян. Когда к ним приезжают международные структуры, их показывают в палаточных городках. При этом они устраивают у себя крупные шоу. Значит, Евровидение, гонки автомобильные, всякие там жара, пекло, стужа. Значит, да, вы говорите про то, что мы отстаем экономически, но у нас в палатках никто не живет. Худо-бедно наши беженцы размещены. И армяне имеют интеллект, уезжая в другие страны, пусть даже пока не в Армению. Уезжая в другие страны, воссоздают сами себя и потом возвращаются и служат своему народу. Вы же своих миллион беженцев, которых там не миллион, меньше, до сих пор как обезьян держите в клетках. Когда к вам приезжают туда иностранные представители, вы говорите, Вай, Вахсей, Шахсей, посмотрите, слушай, это армяне, что сделали, в палатках живут. Это ваше государство? Вы вместо Евровидения построили бы им какие-нибудь хотя бы дешевенькие частные дома? Или там девятиэтажки массово в районах где-нибудь? Памятники Алиева, он правильно говорит, на всех аллеях. Вы купили кипарисы на бульвар. Каждый кипарис 300 штук. Стоимостью 300 тысяч долларов. Это тоже знаем. Даже знаю расстояние между ними. Вы не кипарисы покупайте, яйцеголовые. Вы хотя бы своих беженцев обустройте. Нефть, газ, и вы миллион человек держите там, миллионы даже нету. Вы держите их в палатках, чтобы показывать мировому сообществу. Это ваша политика нечеловеческая. Она антинародная. Послушайте, я знаю много азербайджанцев. И великих знаю. И очень талантливых, и очень образованных знаю людей. И сегодня мне написали из Азербайджана один человек, не буду называть его фамилии. Просит, давайте вместе с вами, с армянами, сделаем все, чтобы остановить войну. Без предварительных условий. Вот люди слушают эфир, потом выходят и говорят, мы согласны. Давайте вместе что-то сделать. Хочу вам сказать, что вы займитесь своим населением, обустройте их. А потом будете говорить, какие бы мы экономически, как бы мы от вас не отставали, мы своих детей на улицу не бросаем, в палатки не загоняем. А сколько людей Ереван принимал к себе домой, когда не было возможности разместить. Как Карабах принимал. Слушайте, а как спюрк принимал во всем. В России, везде этих беженцев. Что-то вашего спюрка с турками не было видно, ни в Турции, нигде, ни в одной стране мира, чтобы вы своих принимали, приютили. Придет время, мы поднимемся экономически, потому что мы нация интеллектуалов.